Итак, всем привет, с вами Дубка, мы продолжаем играть за Аделард И неплохую войну победили, были мы в меньшинстве, но мы оказались сильнее И у нас дальше противники не менее сильные У нас тут еще есть Империя Грифонов, Барди И там еще Республика тоже когда-то будет, но пока что нету Тут еще что-то тоже образуется Но мы уже, по крайней мере, имеем какую-то страну стабильную У нас уже есть какая-то промышленность Я еще решил немножко фабрик подстроить У нас сейчас вот этот бафчик будет, можно чуть-чуть будет поделать И у нас самое главное, есть какое-то даже производство Заводики есть, в общем, живем И потихоньку будем становиться еще сильнее Так что сейчас по промышленности доделаем все Чеки исследований получим и начнем наши следующие функции делать Пойдем сами расширяться Поехали! Ну а если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь Так, армии идут сразу на север, на всякий случай прикрывать рубежи И небольшая группа идет на рейд в дом Эри Потому что рейды все еще полезны Они все еще надают либо мэн пауэр, что всегда круто Либо тут еще бафы, поддержка войны, стабильность Либо фабрики военной заводы Так что, ну, конечно, мы будем стараться тратить все на фабрике И мы, пожалуй, перейдем на магическое оружие Тут, кстати говоря, баф на 200% есть к исследованию вот этого Это, скорее всего, потому что у Аквелии были вот эти винтовки Тут есть такие бафы Что если вы захватываете страну, то вам могут даться бонусы на то, что у них уже было Круто, конечно Прокнуло бы сюда, было бы вообще отлично, но нет Нужны магические винтовки У нас есть кристаллы Они, в принципе, чуть-чуть посильнее Но и самое главное, они нужны будут рыцарям И вот сейчас доделаем этот бафчик После чего нам обязательно нужно будет взять вот этот фокус Он делает национальным очень много провинций И постепенно мы сможем интегрировать другие провинции И нам также очень важно побыстрее получить себе КБ Побыстрее что-то подъесть Вот здесь вот уже ничего нету А вот на Скайфолу я хочу, потому что иначе империя Грифонов может сама напасть на него Потому что у них вот здесь вот как раз-таки война Скайфолу И я думаю, он-то где-то уже близко, скорее всего Это император Грифонов Архонт Потому что он тут уже с кем-то воевал, так что, скорее всего, супер близко Еще, кстати говоря, у них союз с Архонатом Эйр А, ага, понял В общем, я думаю, что нам надо сразу сюда и делать фронт И стараться с ними как-то побыстрее отвоевать Ну и можно перед этим потрениться, где успеем Если национализировали территории Говорит, что должно стать больше минпавера На практике почему-то не стало Со временем появится, надо поделать еще дивизиеном На самом деле, можем себе какого-то поставить советника И у нас есть вот этот приятный советник, на самом деле Есть еще... Ну ладно, 2,5% это маловато Есть на постройку И самое главное, есть у нас на прирост населения Ресурс тут еще есть, фактор военобязан Ну, в общем, я думаю, это то, что нам нужно Вот тут вот еще есть объем ресурса Наверное, мы его вторым возьмем, но пока что Рост плюс 15 На дистанции нам что далось? О, все Видите, национализировали Получилось у нас побольше территорий Теперь Уже рекрутировали мы всех людей на этих территориях И можем их отправлять обучаться О, и заодно получили 30 военных заводов И 47 фабрик Теперь наша страна даже чуть-чуть сильнее Ну ладно По фабрикам чуть-чуть сильнее, чем и перегрифонов Но в целом, да Мы не так слабые Ну мы вот отсюда еще получаем неплохо фабрик Это приятно было Самая плохая ситуация, которая может получиться Если нам одновременно объявят войну И Гринкбарди и империя грифонов Я бы предпочел, конечно, такого избежать Но в таком случае я, скорее всего Во-первых, наверное, вот так тут сначала Они сразу должны завоевать А так, если что, я просто, ну Вот здесь вот будут как-то защищаться Посмотрим Ну, кстати, рейд готов Давайте его, конечно же, начнем У нас здесь стоит 6 рыцарей И они даже, походу, не успеют заренфорсить Потому что у них радио нету Да, так и есть Отсюда, конечно же, берем фабрику И у нас есть КБ на них Прекрасно Если у нас что-то здесь еще поважнее У нас аннексия против Фловена Против всего А это вообще нам нужно, но Я бы все-таки ячейку с этого не хотел Но уж больно тяжело с тремя ячейками И нам надо базу знаний как-то повезти А, мы можем за политку уже Супер Вот это мы сейчас и делаем, как у нас в 40 политке будет Так, поиска едут Здесь чуть-чуть еще кто-то обучается Но в целом надо прекратить обучение Нам очень важно Здесь отвоевать Так что, как только сможем сейчас напасть Варка восстановится Будем нападать Я тут подумал поезда поделать Но и у нас их 200 Так что нет И нам реально нужна авиация И, наверное, есть смысл в какой-то флот Наверное, инвестировать тоже Но это все нужны ячейки исследований Которых у нас пока Особо нету, к сожалению Ну что, поехали Исследовать потихоньку легкие самолеты Я думаю, пора объявлять войну Флот у нас, в принципе, отсутствует Кстати говоря Можем ли мы хоть что-то строить? Нет Его тоже будем поисследовать Но пока будем просто Конвойным, больше нечего Конечно же, мы побеждаем без особых проблем Потому что у нас достаточно сильная армия Для нашей страны И особенно по сравнению со Скайфолом Кстати, я пока не качал доктрины Потому что Тут свод дается плюс стоимость к доктринам Я бы хотел, конечно же, это убрать И что, давайте сразу аннексию против Лаввена Почему бы и нет Тут тоже есть небольшая промышленность Но, в принципе, она пригодилась Они большую часть этих фабрик получили по фокусам Может еще вот это сделают Будет отлично Иначе, в принципе Без разницы И там Блин, они еще выйдут с Сауклендом Надеюсь, мы все получим Потому что мы все оккупировали Здесь еще смешно На 25 ходов разделено получение Это просто отвратительно Кто-то придумал, пожалуйста Раздумайте И мы не смогли забрать Скайфол сам Кипа нам уже не хватит набрать очков 10 из 10 Кто-то придумал делать 25 ходов Из-за чего мы получили супермало Несмотря на то, что у нас на самом деле Супермного должно быть Мы хотя бы заберем весь флот В принципе, можем сейчас Сами завоевать эту страну Но Впечатление как бы осталось неприятное На вкусе, так сказать И пора наши дивизии Немножко манифицировать Сделать их вот такими Нам, конечно, нужно будет больше всего Но мы уже сразу будем видеть И числа нам где нужны Почему у нас теперь просто Бесконечные ресурсы У нас все есть Кроме, наверное, резины Резины, но Резину мы еще вот здесь вот Успеем завоевать Чуть попозже А, и Грифоны напали на Екатеринбург И дальше Кстати, не уверен По-честному, в теории Наверное, это даже на нас не нападет Но, в общем, мог бы Давайте-ка по-быстрому тут Флавену заберем с себя И что у нас тут еще есть полезно У нас тут есть темпы исследований И ТНП Я бы, наверное, постарался Туда и пройти побыстрее Здесь просто минус прирост политки Нам нужна политка Тут пабрики тоже классные Тут военка Но до военки дойдем попозже Надо все-таки сначала Экономику всю И политику доделать Ну и объявляем войну Давайте по-нормальному только Нападать И я вам скажу Битва непростая Там Крепление еще не больше Или что? Господи, дайте мне Кликнуть Классика маленьких провинций Нет, просто Просто тяжело Все креплены И там солидные дивизии Да, вот так вот Примерно потери 14 к 2 Здесь не очень грустно Не очень весело для нас точнее А очень грустно Тогда мы сделаем По-простому Мы просто дадим им выйти из Флавены И Потом Контратакуем Так Они уже выходят И теряют Способность Организацию В общем-то Сейчас мы без проблем Пойдите, пожалуйста Пожем мы их По-нормальному Выбить Итак Помазание лука И лисейского Триво-нетронно Аркта на западе Больше не существовало Теперь, конечно же Мы возрождаем город Получаем 100 политких Что сильно Поддержка войны И нейтралитет Нам это все Пригодится Давайте дальше Втнп И По-исследованию А вот За это мы сможем Взять современную базу И дальше Наверное Следующего Средника Вот этого Возьмем И переходим На производство Магических Это займет Некоторое время Но это точно Того стоит Пробиваемся Теперь В Клавену Думаю Думаю Должно быть Без особых проблем Теперь Еще вот так вот С двух сторон Атакуем В идеале Конечно Так еще И как-то Вот так Ну Сейчас посмотрим В том случае Это лучше Чем со всех сторон Огромный гарнизон Пробивать пытаться Как бы уже Виден По крайней мере Успех Ну да Наверное Будет взято Теперь И вот она Единственная провинция Получаем мы Это снаряжение Но самое главное Сейчас промышленность И Садастра Страна Которую могли бы Схватить кто-то еще На самом деле Вот эти бафы 200% На исследование Того что у меня До этого не было Исследовано Очень помогают Догонять По технологиям Потом Когда вы До этого отставали Это очень полезная И грамотная механика Немножко подделали Наши дивизии рыцарей В том числе Все переделали Вот в этих Чтобы все были С саппортом И можем мы Еще даже новых Обучить И теперь Пока что 14 ширины фронта Меня устроит Потому что Мне нужно Именно заполнить Побольше дивизиями Его Потом Может я немножко Как-то пересмотрю Эту Нашу дивизию И доведу ее До 21 Пока Так Заготовка бы Вот сюда У нас есть Флот Поэтому давайте Кстати Займемся Выстками Я думаю Мы Делаем Наверное Вот так А вот Этих Ребят Надеюсь Наши ребята Умеют плавать Что вы умеете Плавать Да Они умеют Плавать Слава богу Что я сейчас Говорил про Налогию высадок У нас было Капасти И у нас Она даже Есть Вполне Могло бы И так Что их Не было Этих Техов Даже 10 Тут Местимость Изначальная Что Меня Несомненно Радует Что мы Сможем Высадиться Очень Даже Так Солидно И мы Можем Взять Морского Командующего Себе Первого Давайте Поставим Он Конечно Такой Себе Но у нас И опыта Нету Чтобы Поставить Вперк На плюс Левела Поэтому Надо Будет Начать Тренировать Флот Кстати Говоря Как мы Сейчас Закончим Эту Войну Но Мы Уже Можем Начинать И Забирать Скайфол Обратно Даутенек Доделал Мы Идем Высажаться Надеюсь Проблем Не должно Быть И давайте Пойдем Вот сюда Еще 5 Макс Эффективности И объема Нам это Очень сильно Забустит Промку Это нам Надо Говорится Высадка Порт Вообще Не Прикрыт Походу Они Все Дивизи Туда Отправили В Скайфол И Да Мы Просто Спокойно Забираем Здесь Все Давайте На всех Случ Сразу Планировать Высадку Вот сюда Потому что Может быть Нам еще Придется Забирать Трогоостров Наверное Это Да Так и Есть Девым Разом Делаем Сейчас Еще Одну Высадку И Этих Можно Потренить Пока Что Вроде Нашему Плот Никто Даже Не Сопротивляется Так что Я думаю Он В Безопасности Теперь Можем Открыть Банковские Хранилища И Да Я Это Сделаю Пожалуй Но Такие Бафы Пригодятся Единственное Что я Не Нашел Это Помните Нам Сказали Что У нас Будет Решение Как Мы Здесь Ход С Захватим Нас Обманули Его Нет А Вот Рейд На Дом Эри Я Б Кстати На Эри Нельзя На Авиан Тогда Перегрив Давайте На Авиан Будем Готовить Так Высадка Да Может Быть Уже Готово Давайте Сделаем И Здесь Я Тоже Ожидаю Что Не Должно Быть Потому Что Все Дивизии Походу Они Реально Перевезли Вот Сюда В Скайфол Не Очень Умно Это Было Но Что Тут Сказать Ешки Как Говорится Отлично Забираем И У него Был Небольшой Флот Видимо Оставшуюся Часть Его Вайпнул Скайфол До Этого Все Кстати Приятное Количество Кораблей Будем Всю Эту Армию Возвращать Вот Сюда Рыцари Рыцари Идут Конечно Ж Готовиться На Рейды Так Рыцари На Месте Организация У них Есть Начинаем Рейд Все Так Он Начался Как Я Хотел Бы Но В целом По Ощущению Все Равно Должно Быть Окей На Ширина Фронта Достаточно Здесь Есть Рыцари Неприятно Съезден С того Что С этого Опыта Авиации Чтобы Делать Первый Самолет Свой Так Что Наверное Нам Надо Какого-то Советника Себ Взять Ну и Давайте Наверное Штраф Возьмем Ну и Да В целом Тут Периодически Мигает Свет Но Вообще Вроде Мы Должны Победить Наверное Ширины Сильны Немножко Уже Поменялись Дивизии Вот Они Успевают Даново Заходить Походу Да Рейд Или Что Я Не Знаю Почему Вот Из Этого Стоит А Надо Атаковать Сюда А Не Вот Из Этого Ладно На Будущее Буду Знать Как Говорится Просто Намного Лучше Атаковать Не Через Речку Внезапно Чем Через Речку Но Они Со Мно Не Согласны И Вот Наш Арми Выгляд Уже Не Так Плохо Я Скажу Даже Более Чем Хорошо Можем Перки Повыдавать Ребятам В принципе Вот Этому Еще Не Хватает Наверное Вот Этого Перка А Так Мы Да Более Чем Готовы Уже И Сюда Наверное Возьмем Рейнджер Рейнджер Это Сильно И Можем Мы Сделать Эквирс Побольше Рыцарей И Начнем Рыцарям Выдавать Магическое Снаряжение Сейчас После Апнем Их Еще Очень Неплохо Так В идеале Я бы Пошел Вот Сюда Чтобы Качнуть Ем Еще Немножко Броней Ну И В принципе Тут Видите Толь Пехоты Прочность В общем Так Качается Спецназ Жестко Выпал Ивент Переносит Ответ Удар Это Скайф Пол Должны Атаковать Скайф Пола Нету Атаковали Они Никого Это Делаем Архонта Иного Рота Что Даст Нам Еще Политку Просто Население И Эффективность Производства Что Даст Нам Просто Невероятные Бафы Амалютики Наши Пока Что Конечно Ультра Слабенькие Но Я Чисто Пока Что Набиваю Эффективность К Исследованию Нормальных Техов Вот Он Народный Архонт Закрыть Ост Еще Минута Закрывается На ночь Короче Говорят Супер Лорд Ивентик Да Круто Жаль Что Неинтересно Здесь есть фабрики Здесь есть нефть Нам Все Это Неинтересно Нам Интересно Пойти Вот Сюда И Получить Здесь Вот Еще Одну Ячейку Исследований Тут Необходимо Хотя Что Либо Поэтому Вот Это Качать Пока Что Не Будем Здесь Есть Вот Эта Полезная Тема На Планирование И Укрепленность Вообще Исходя Из Этого Баф На Укрепленность Вот Я Наверное В идеале Поменял Здесь Наступление Нашему Мерлоку Наверное Я так и сделаю Кстати говоря И поставив Сюда Потому что Атака Бильнее Укрепление Внезапно Мне кажется Мерлок Будет Немножко Это Потемнел Да Или Это Или Здесь В маске Вообще Наверное Нет Наверное У него Присокли Клюв Темный А здесь Как будто Не только Клюв Говорится Netflix Вершин Ну ладно В общем-то Укрепленность Тут Скидка На Крупно-штабное Планирование Вот здесь Вот По ощущению Здесь Мы должны Как будто Идти в Третью Доктрину Но очевидно Что мы Не пойдем Потому что Она слабее Просто О Эрин Пишет Ответ Это Беер А это Вот эти Ребята Окей В общем Это Он сюда О господи Всем так Но Нормально Еще Мы можем Здесь Взять Атаку Пехота Специалиста И мы Так и Делаем Потому что С кучей Пехотных Дивизий Там Чейнджлинги Напали На Эквестрию Кстати Вопрос Насколько Они Сильны Девушки Девушки покорили олени вообще схавали ощущение ну они могут продвинуться но в один момент я думаю не заглохнут еще я на крестке поставил вот интеграцию на новых регионах быстро это позволит нам набрать подчинение и цель сопротивления очень жесткий мин сдает общем под интегрируем новые земли в принципе достаточно старо уже и фабрик настроили очень много я пока что не строю военно завода потому что у меня нету на что их тратить технически и как бы люди закончились самолетов особо я еще не могу девать нормальных танков аналогичная ситуация и как бы против не на что давайте к патру фабрики что потом жестко вложиться военные заводы и начать самолета делать итак поглощаем ополченцев это даст нам их серия еженедельные они плюс 500 что на самом деле все еще очень мало это только напосит службу что хотел не хотел бы делать честно говоря но в целом ладно на самом деле можно сделать но я жду ячейки исследования потом нам здесь вот дадут плюс атаку и защиту дивизии и мы станем очень сильный раной и в идеале хотелось бы делать вот такую вот армию принципе в принципе давайте так и сделаем сейчас можем мобилизироваться и нам нужно будет перетренировать сразу же всю армию на новый шаблон и делаем ячейку исследований заговоря можно сделать рейт на грифонов почему бы нет и точно также модифицируем наших рыцарей это таки всех в третьем потому что я думаю рыцарем сейчас надо будет до перетрениться и наконец-таки делаем наши первые нормальные истребители давайте какую-нибудь вот иконочку и сохраняем неплохое количество эффективности и у нас реально потихоньку сейчас будет формироваться неплохое бвс ну что ж я думаю можно готовы схватки с империи грифонов они кажется стали супер сильными они настроили военные завода в себе их там даже кита микро танки есть но я думаю это все пыль по сравнению с тем насколько мы стали сильнее и сейчас мы будем строить военные заводы но конечно они уже какое-то стрижение произведут о принципе то как бы мы и так сильным нам просто особо-то и нечего достраивать теория единство что я мог бы наверное еще сделать это третью армию точнее пятую но не уверен я что я не хочу оставить все резервов потому что да мне нужен мэн пауэр хотя на самом деле закажем это просто причине что у нас еще мобилизуются люди можно и подготовить на этом мы подзавершим нашу серию мы уже стали арханатом гриф пони и мы только-только начинаем наш путь нам тут разобраться надо с этими странами они очень опасны но мы не менее опасны мы уже очень сильные так что с вами был дубль и обязательно ставьте лайк оставляйте комментарии не забывайте подвести дискорд следующей серии всем пока